Всем привет! Меня зовут Аджан Аденова и у нас общение печенье с интересными людьми. Сегодня у нас в гостях Айваз Урмаканов, парень, который завоевал первую строчку триатлона во всем мире. Здравствуйте, Айваз! Можно на «ты» или на «вы»? Давайте, чтобы беседа была более теплая, будем на «ты». Меня зовут Айваз Урмаканов, мне 24 года, я занимаюсь триатлоном уже на протяжении трех лет. И на протяжении этих трех лет мне удалось получить звание мастера спорта по триатлону Кыргызстана, получить звание кандидата в мастера спорта по велоспорту. И также мне выпала честь как первому кыргызстанцу представлять нашу страну, представлять наш флаг на чемпионате мира. Опять-таки, повторюсь, это впервые в истории Кыргызстана будет. Наш флаг будет лелеет, так сказать, на острове Гавайи. И я, как первый кыргызстанец триатлет, буду представлять нашу страну на этом острове. На протяжении трех лет ты занимаешься триатлоном. И вот что для тебя вообще триатлон такое? Ты осознанно пришел в этот вид спорта? Ну, я думаю, что осознанно пришел, потому что в целом у меня такой, наверное, характер, то что я всегда люблю что-то новое, пробовать что-то новое, пробовать себя в чем-то новом. И это было три года назад, 31 декабря. Я плавал с моим отцом в одном из бассейнов Бичкека. И на этом же бассейне плавал первый триатлет Кыргызстана, первый айронмен Кыргызстана Ханат Кельсинбеков. И он посмотрел, получается, так, на мою технику, посмотрел, ну, вроде нормально. Вроде браганает. И сказал, а не хочешь попробовать себя в триатлоне? И на тот момент я даже не знал, что такое триатлон. И думал, блин, ну триатлон это, наверное, что-то вроде там с лыжами связанное, там, лыжи, там, стрельба, там. И мне сказали, триатлон это плавание, велосипед, бег. И на тот момент открывалось... У тебя осталось все в голове, биатлон, триатлон. Что это? И на тот момент открывалась школа, школа триатлона. И я записался в эту школу и решил попробовать себя, так сказать, на новом поприще. Но до триатлона ты занимался спортом? До триатлона я занимался спортом, но не фанатично, не профессионально. Я два-три раза в неделю играл в футбол. Ну и все, я думаю. Ну вот расскажи, пожалуйста, для наших телезрителей, что вообще такое триатлон? Триатлон это плавание, велосипед и бег. Вообще триатлон зародился, наверное, ну около, не около, а более сорока лет назад. Он зародился как раз таки на острове Гавайи. Это Америка, получается. И тогда группа энтузиастов поспорили между собой. Они выставили, получается, дистанцию. Это был плавец, легкотлет, велосипедист, там, ну и пару других спортсменов. Они выставили такую дистанцию и решили поспорить, кто быстрее пройдет эту дистанцию. И вот с того времени, по сей день, эта дистанция имеет место быть. И уже она настолько популярна стала во всем мире, и уже это стала коммерческой гонкой под названием Айронмен. То есть вот велосипедист, плавец и легкоатлет поспорили. Они просто поспорили. Это был просто спор, непринужденный спор и сказали, кто быстрее. И вот с тех пор триатлон имеет место быть. Ну я могу ошибаться, но после 2000 года он стал олимпийским видом спорта. Триатлон внутри себя тоже делится на два вида. Есть короткая дистанция, есть длинный триатлон. То есть короткий триатлон и длинный триатлон. И я больше занимаюсь длинным триатлоном. Длинный триатлон подразумевает в себе два вида дистанции. Получается Айронмен 70.3 и полный Айронмен. Первая дистанция это 1,9 километра нужно плыть, 90 километров на велосипеде проехать и 21 километр нужно пробежать. Всего лишь, да? Да, всего лишь. А полный Айронмен это то же самое, только в два раза больше. То есть... Можешь не говорить, ребята, вы просто умножаете на два предыдущие числа. Вот, и два вида дистанции. И чемпионат мира, получается, который проходит только на Гавайях, где зародился триатлон, является для нас триатлетов на длинную дистанцию, является самым крутым, самым почетным стартом. То есть это как своего рода олимпиада для триатлетов на длинную дистанцию. Вот ты рассказал, что это просто гигантские расстояния. Нужно проплыть, пробежать, проехать на велосипеде. Скажи честно, вот, наверное, тебя держат, да, в заложниках, говорят, давай, взяли твой паспорт и вот в конце пути, типа, если не вот пробежишь, мы тебе отдадим твой паспорт. Это так происходит? Или что тебя мотивирует пройти вот такую дистанцию? Ну, честно сказать, я думаю, у любого триатлета есть определенная цель, определенная задача на эту дистанцию. То есть некоторые триатлеты, они, ну, триатлеты, которые только пришли, для них стоит задача просто дойти до финиша. Как и у меня была задача, когда я только начал заниматься триатлоном и выступил на своем первом старте в Абу-Даби. У меня была задача просто дойти до финиша. Я думаю, так же это и у всех. То есть все хотят просто дойти до финиша. А что людей мотивирует, это то, что у них есть как раз таки, они ставят для себя определенную цель. И чувство именно то, что ты добился этой цели, это и есть мотивация. Ну и так же, я думаю, у каждого триатлета есть стойкость характера, есть сила воли. То есть не зря называют соревнование Ironman, то есть железный человек. Это ты доказываешь самому себе, насколько силен твой характер. Насколько ты силен не только физически, но и морально, психологически. Потому что у нас не обязательно ты должен быть физически сильным. Если в голове ты не поборешь сам себя на определенном этапе этой дистанции, то ты сдашься. То есть тут всегда идет постоянная борьба между собой. Ну вот бывало ли у тебя моменты, когда было совсем плохо, вот ты думал, что все, нет, не мое, не дойду. А потом вот что-то щелкает, и ты такой, блин, я же поспорил там на кону 100 баксов. Ну я могу так сказать, что на каждой дистанции, на каждой дистанции, которую я проходил, постоянно есть мысли, блин, слушай. Ну то есть это как вот в фильмах, как в мультиках бывает же, то что вот на плечах появляются ангелы-демон, да? Ну то есть ангелы-чертик, да? И один тебе говорит, один тебе говорит, слушай, блин, ну дружище, ну зачем ты это делаешь, блин? Давай ты просто сойдешь с дистанции, мы пойдем отдохнем нормально. Зачем? Да, в бар сходим. Зачем ты себя напрягаешь, да? А вторая часть, то есть, то бишь ангел, он говорит то, что, слушай, ты столько готовился, ты поставил такую цель, вот ты защищаешь там честь своей страны, то есть ты, если ты сейчас сдашься, то это все было напрасно, то есть. И постоянно вот такая борьба идет, и в конечном итоге, ну, у меня вышло так, что побеждает как бы ангел, и я всегда пытаюсь дойти до финиша, неважно, чего это будет стоить. Да, и вот прямо здесь мы нарисуем тебе нимб, и такие, а-а-а, когда всегда побеждает добро. Добро, да, именно так. Хорошо, давай, на твоей памяти самый большой призовой фонд в истории Айронмена. Какой был, если ты знаешь? Недавно только был, проводился он в Дайтоне, это в США, и там призовой фонд был, общий призовой фонд, он набрал миллион долларов, но это не так много, то есть первое место было 100 тысяч долларов. Ты видишь себя вот в ближайшие пять лет, как ты продолжаешь заниматься триатлоном? Да, я как бы, я хочу, чтобы триатлон продолжал быть образом жизни, то есть, в принципе, для многих европейцев, американцев триатлон, он как образ жизни. Не все, конечно же, профессиональные спортсмены, но я к тому, то что можно совмещать все, можно заниматься триатлоном, планировать, допустим, планируешь соревнования определенные, и заодно ты планируешь отдых, то есть ты выступил на этом соревновании, и также после соревнования отдыхаешь со своей семьей. Ну, какие у тебя планы на ближайшие пять лет? Ну, начнем с планов на следующий год. На следующий год у меня два больших чемпионата мира, получается, будет, на половинку и на полную дистанцию айронмена. Вот, и, конечно же, основная для меня цель, основная задача – это выступить хорошо на чемпионате мира на Гавайях. Думаю, есть определенное давление на то, что я первый кыргызстанец, кто будет представлять нашу страну, и это как-то отложится, я надеюсь, что это как-то отложится в истории нашего спорта, именно триатлона. Вот, и поэтому это определено своего рода давление, и я хочу достойно выступить, постараться зайти на пьедестал, тем самым показав всем другим спортсменам из разных уголков мира, что в Кыргызстане тоже есть триатлон, и также, чтобы эти спортсмены смотрели и думали, «Мм, а что за флаг вот этот вот?» И прогуглили, посмотрели, то, что это Кыргызстан, есть такая страна Кыргызстан. Вот, и для меня это как бы основная задача на следующий год. А ближайшие пять лет, я думаю, это продолжать заниматься спортом, продолжать развивать семейный бизнес, ну, я думаю, наверное, жениться еще. То есть сейчас тебе 24, ближайшие пять лет, то до 29 ты хочешь жениться? Ну, до 30, получается. Ну, то есть это прям четкая цель, до 30 жениться? Ну, да. 29,9, это такое, блин, надо найти срочную девушку, чтобы жениться. До Нового года. Ну, если ты ставишь себе цели, ты их достигаешь? Ну, да, я целеустремленный человек. Девушки, увидимся с вами через пять лет прямо на этом месте. Айвас кому-нибудь из вас вручит розу и сделает предложение. Кстати, да, мы можем через пять лет сделать холостяк, первый холостяк в Кыргызстане. Ты вот до этого сказал, что триатлон, это даже не то, чтобы вид спорта, это образ жизни, да. Триатлон, да, он как образ жизни. И триатлон дал мне многое. Во-первых, это хорошие знакомства, потому что в триатлон люди приходят осознанно. И в основном триатлоном занимаются люди, это бизнесмены, это люди, которые добились определенного успеха в той или иной сфере. И то есть у них у всех есть, ну, уже есть своего рода достижения. Абсолютно в любом возрасте. Люди приходят и в 50, люди приходят и в 30, люди приходят и в 20 лет. На твоей памяти самый юный триатлет и самый такой возрастной триатлет? В Ironman, в организации Ironman разрешено выступать с 18 лет только. На моей памяти, я, конечно, лично это не видел, но в 2019 году на чемпионате мира на Гавайях самый пожилой участник, который прошел полную дистанцию Ironman, был японец, которому 83 года. Очень много. То есть он еще и прошел всю дистанцию. То есть это, я не знаю, это реально, это просто круто. Я не представляю себя 83 года, проходящим дистанцию Ironman. Да, ну, я думаю, это очень сильная мотивация для, абсолютно для всех. И как нам вещает слоган Ironman, Ironman anything is possible. То есть все возможно. Подходишь, спрашиваешь, ты триатлет, он говорит, да, и все. То есть вот так у нас и проходит connection, я бы сказал. Сейчас вот здесь в углу появится фотография Айваза, где он знакомится с папой римским Франциском. Да. Это тоже было примерно так. Здравствуйте, папа, вы триатлет. Как вообще произошло? Действительно, это же для некоторых, это просто, ну, вот, второй бог, да? А ты просто жмешь ему руку. Как так произошло? Ну, это было по работе. Нам посчастливилось, так сказать, пожать руку папе римскому. Ну, вот мы поговорили о твоих достижениях, о твоих успехах в спорте. С личной жизнью у тебя тоже все хорошо. Ну, расскажи про какие-нибудь фейлы. Кстати, был один такой, ну, казусный момент, я бы сказал, то, что я бежал в ворд-классе на дорожке. Бежал, слышал музыку, и я не помню, кто-то из знакомых проходил, я посмотрел налево, но я не увидел то, что я уже начал забегать на дорожке, уже на самом крае бежал. И, получается, в один момент я просто поворачиваюсь, посмотреть на этого человека, и я падаю с беговой дорожки. И, ну, слава богу, это не было прям так сильно, но я упал просто на колено, и меня дорожка вынесла на пол, получается. И в этот момент все, все, абсолютно все в зале просто так на меня посмотрели, и я не знал, куда как бы себя деть. Ты был на положе, да? Да, я был на положе. Ты не стал отжиматься сразу, это же лайфхак, не знаешь? Если ты падаешь, ты сразу отжимаешься, да? Это так задумано было. Вот видишь, ты меня научил тому, что нужно не сдаваться, а я тебе научила лайфхак, хорошо. А вас, ты несколько раз сказал про нетворкинг, у тебя есть фотографии и знакомство с известными личностями. Есть еще, например, топ-3, с которыми тебе хотелось бы познакомиться, сфотаться и держать в дальнейшем связь? Думаю, что да. Топ-3 прям. Гонщик Формулы-1, Льюис Хэмилтон. Думаю, то, что Кристиану Роналду. И третий, третий, кто бы из третьих. У нас сейчас эра феминизации, скажи хоть одну женщину. Хоть одну женщину? Да. Мне нравится Кэтрин Зетта-Джонс, наверное, с Кэтрин Зетта-Джонс познакомился. Расскажи, пожалуйста, Айваз про свой самый безумный поступок. Я понимаю, что, в принципе, триатлетов можно назвать безумцами, особенно тех, кто проходит длинную дистанцию, но вот не связанный со спортом. Какой-то вот безумный поступок, который характеризует тебя не как спортсмена, а вот как простого парня с Кыргызстана, Айваза. С парашютом прыгнул, считается? Да. Я прыгнул с парашютом тогда. А какая высота была? Блин, честно, я не знаю. Я выступал в этом, это тоже было в этом году. Я выступил в Дубаях на соревнованиях, и через два дня я пошел прыгнуть с парашютом. Блин, это честно. Я в жизни никогда не испытывал таких чувств, как прыжок с парашютом. И мой оператор прямо передо мной такой сидит, вытаскивает свой GoPro и такой, что-то батарею там. Ну, в общем, что-то делает с камерой своей. И я его спрашиваю, слушай, все нормально с камерой? И он мне говорит, да, нормально, нормально, говорит. А мой инструктор рядом такой по плечу похлопал и такой, слушай, ты бы переживал, чтобы парашют раскрылся? Ладно, это камера. И я на него смотрю такой. Это называется дополнительная доза. Да, да, да. Я такой, серьезно, в смысле, а что нет? И он такой, да ладно, я же еще расслабься, говорит. Есть ли у тебя татуировки? Нету. Хочешь? Может быть. Ну, много триатлетов набивает тату именно как значок айронмена. После того, как они проходят айронмен, они делают себе татуировку айронмена. То есть это тоже, так сказать, отличительная черта, отличительная, наверное, какая-то графика на теле. Ну, ты положительно относишься к этому. Да. То есть мы будем держать у тебя кулачки, чтобы ты когда-нибудь набил тату. Набил тату. Все ясно. Ну вот, айронмен для всех это Роберт Дауни-младший, красный костюм. Если бы тебе позволили выбрать супергеройское имя? Тогда я хотел, я не знаю почему, но в детстве я хотел стать банкиром. Банкиром? Да. Я любил очень алгебру в детстве и, может быть, поэтому как-то я хотел стать банкиром. А сейчас я хочу, я, наверное, хочу стать человеком, который прославит нашу страну именно в плане триатлона тоже. И не только в плане триатлона, чтобы люди знали, что есть такая страна, как Кыргызстан. Надоело все время объяснять, это вот, короче, чуть ниже Казахстана, а вот между Казахстаном, просто я, например, очень по себе помню, был у меня случай на конкурсе красоты, и там, видя, да, я азиатка, там, филиппинка, то угодно, но я начинаю говорить на русском, и у всех просто вот такие шары, типа, почему она говорит на русском? Откуда ты знаешь русский? Ты же с Вьетама, откуда ты? И потом приходится объяснять, нет, я вот с Кыргызстана, это постсоветская сторона. В городе Ханой родилась, да? Да, ну, на самом деле, или когда вот видят азиатов, но не таких, как, например, японцы, как мы, например, можем понять, что вот он японец, он с Китая, то сразу говорят, что, а, наверное, вы казах или с Казахстана. И становится ли тебе там чуть-чуть обидно и неприятно? Очень, да? Да, ну, простой элементарный пример. В Турции я когда занял первое место, и было награждение, и получается, аннаунсер, который объявляет, он объявляет, получается, Айвас Умарканов из Казахстана, и я такой, нет, дружище, слушай, не из Казахстана, и потом он такой, ой, из Кыргызстана, и как бы, и вот так вот очень часто происходит абсолютно везде, многие не знают Кыргызстан, и многие думают, что это Курдистан, то есть часто путают, и это, конечно, обидно, что люди не знают про нашу страну, показать людям. В Кыргызстане тоже есть сильные спортсмены. Друзья, ну вот мы можем видеть, это патриотизм чистой воды, когда хочется прославить свою страну путем вот таких вот дел и высоких достижений. Сколько языков ты знаешь? Знаю четыре. Русский, английский, китайский, кыргызский. Айвас, ты сладко ешь к вам? Ну, что касается сладкого, я до триатлона, я вообще не ел сладкое. Все триатлеты, абсолютно все триатлеты, даже высокого уровня триатлеты, они сладкие, они абсолютно все любят сладкое, потому что нужно постоянно подпитывать калориями организм, и это то же самое, как на соревнованиях все спортсмены-триатлеты пьют колу, пьют Red Bull, то есть мы себе можем такое позволить. Ну, скажи, пожалуйста, напутственные слова будущему поколению, я не знаю, и взрослым, которые вдруг после твоего интервью скажут, вот здорово, круто, я хочу заниматься триатлоном, я хочу быть таким же стильным, таким же стойким и с таким же стержнем, как Айвас Амурканович. Я бы, наверное, сказал то, что особенно в такой тяжелый год, как этот год 2020, я бы посоветовал не бросать занятия спортом, это 100%, то есть продолжайте заниматься спортом и постарайтесь заниматься именно любимым делом, чтобы это вам нравилось. Мне триатлон, он очень нравится самому себе, поэтому я и, может быть, поэтому и у меня и получается достигать каких-то успехов. Поэтому совет, занимайтесь любимым делом, занимайтесь спортом и будьте здоровыми. А что там, никто не хочет снимать тикток? Нет, она разговаривает. Нет, тикток я не буду снимать. Можно сказать, что твоя жизнь поменялась? То есть, ты можешь сказать, моя жизнь до триатлона и моя жизнь после триатлона, есть такое сильное разграничение? Ну да, конечно. Да? Вот. Триатлон дисциплинирует, это одно. То есть, когда ты занимаешься триатлоном, у тебя еще, у тебя постоянно в голове, ты помимо других задач, у тебя еще в голове, блин, я сегодня тренировку не сделал, нужно пойти сделать. То есть, ты начинаешь уже распределять все свое время под тренировки. То есть, не так то, что ты, наоборот, тренировку пытаешься вклинить, а наоборот, все расписание идет под тренировки. Ну что, Айваз, давай с тобой представим, что мы бежим на Тушу Той. Айваз, на кону аэрогриль. Стиральная машина? Да, стиральная машина. За тобой бежит ванчешка. Блин, это слишком быстро, мне кажется, идет. Реально слишком быстро. Ай, сики. Это было слишком быстро, даже я так не побежал. Подожди, а сколько? Это 13 километров, что-то так много, да? Нет, это не 13 было. А сколько было? Там было 2,13 темпа, это было 27. Друзья, любите себя и любите спорт. Увидимся в следующем выпуске. Айваз, догоняй. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok